Приветствую вас и, как мне видится, проблема ваша заключается в двух факторах. Первый фактор связан с тем, что все ваши отношения, все ваши связи с мужчинами, они складывались негативно. И то, что у вас каждый мужчина как-то за что-то вас принижал, за что-то вас оскорблял, то, что вы позволяли себя бить, то, что вы позволяли собой управлять, то, что вы позволяли вот это все делать, это свидетельствует о наличии некоторых ваших особенностей. То есть, ну, во-первых, страх. Один очень плохой. То есть, вы говорите о том, что может быть вам хорошо одной. Мне это не представляется так, что вам хорошо одно. Скорее наоборот. Вы стремитесь к тому, чтобы быть мужчиной, но вопрос в том... Вопрос заключается в том, как вы воспринимаете мужчину. Вопрос заключается в том, что мужчина для вас значит. Вот с чем заключается вопрос. То есть, понимаете, здесь роль сыграли многие факторы. Например, фактор того, что... Допустим. Допустим. Фактор того, что в детстве у вас были некоторые проблемы с отцом. И, может быть, вы недолюблены своим отцом. Вот. Может быть, у вас нет четкого, четкого образа мужского и, соответственно, четкого образа женского поведения тоже нет. Может быть, вы испытываете определенные проблемы с самооценкой своей. Что так позволяете с собой обращаться. То есть причин здесь может быть много. Возможно, страх. Страх близости. То есть понимаете, вы не чувствуете себя комфортно в одиночестве. То есть вы хотите быть защищенным. Вы хотите, чтобы вас оберегали, чтобы о вас обучились. Я уверен, что всего этого вы хотите. Но... В момент в другом. В момент в другом. В каком контексте вы этого хотите, понимаете? Так что... Именно здесь не все так обназначено. Значит, вы пишите... Ээээ... Поднакомились мы с мутем. Петли двамят. Отношения развивались быстро. Переехала к нему. Так. Ну вот, смотрите. Отношения развивались быстро. Почему? Почему? Почему быстро развивались отношения? Эээ... Куда вы спешите? Какова была субъективная сторона быстрого развития отношений? Эээ... Вы же понимаете, для чего нужно людям время, чтобы... Ну... Чтобы встречаться. Это время используется для того, чтобы лучше узнать... Друг друга. Это время используется для того, чтобы лучше понять друг друг друга. Кто перед собой. И тогда... А... А у вас... Быстрое развитие отношений приводит к тому... Почти всегда. Что люди... Ээээ... Выстраивают отношения не с реальным человеком. Который существует. А... Скорее, с образом. Который они сами себе... Придумали. В контексте... Своих... Желаний. Вот и давайте подумаем. Тогда. Чем вы руководствовались при... Ээээ... Ээээ... Быстром... Развитие отношений. С мужем. Любовь. Страсть. Но если это у вас уже не первые отношения. То... Наверняка... Вы... Эээ... Эээ... Имея опыт... Понимаете, что любовью и страстью... Руководствует... Сеопатом. Даже не был какой-то фактор и еще. И вот именно этот фактор и является определяющим. Чего вы хотели, когда начали встречаться с ним? Что вам было нужно, когда вы вступали в отношения с ним, понимая, что все добивается быстро? Наконец... Эээ... Что сподвигло... Эээ... Что сподвигло... Что сподвигло... Эээ... Ва... 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 Перее... Что подвигло вас переехать... К нему... К нему... К нему... Да, может быть... Лучшие... Эээ... Более лучшие условия. Да. Возможно. Но... Мужчина все равно... Как себя вел? Проявлял ли он активность по отношению к вам? Или вы проявляли активность по отношению к нему? Если... Если активность проявляли вы, то что вами двигало в этот момент, когда вы проявляли активность? Понимаете? То есть это вот такие... Очень важные... Эээ... Эээ... Нюансы... На которые нужно обратить внимание. Чтобы... Эээ... Понять... Что вообще... С вами... Происходит. Как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Со... Со... Своей... Со... Своей... Дальше... Еще на начальном этапе возникали ссоры, причины которых было... Было... Было странно... Причины которых... Было странно... Как... На мой взгляд... Например... Он отдыхал дома... После работы... Тащил сумки с покупками... Так как не дохотел ехать на такси... Ага... Значит... 200 метров... Экономил... Не дохотел встретить... Так... Ну... Эээ... Здесь сразу... Момент... Момент... Значит... Ага... 200 метров... Это... Не такое большое расстояние... Чтобы... Прямо вот... Вы могли... Выканывать большую сумму денег... На это... Нет... Ну... Конечно... Может быть... У вас... Там... Эээ... Расценки... Очень... Очень высокие расценки... Я... Конечно... Не знаю... Но... Однозначно могу сказать... Что... 200 метров... Эээ... Конечно... В зависимости от... Тарификации... Эээ... 200 метров... Это... Не такой большой... Эээ... Не такой большой... Путь... На котором можно... Эээ... Экономить приличное количество денег... Поэтому... Здесь... Как бы... Не очень понятно... Ваше повреждение... Далее... Эээ... Соответственно... Вопрос... К вам... Чьи деньги вы экономили... Экономили... Свои или мудро... То есть... На... На... Чьи деньги вы покупали... Эээ... Ну... Вот... Покупки... Делали... Если не свои... То... Это один момент... То... Вы экономите свои деньги... Это... Это один момент... Если его... Это другой момент... То есть... Здесь ситуация заключается в том... Что... Эээ... Эээ... Насколько обусловлено было... Ваше стремление... Ээээ... Ээээ... Чем оно было вызвано... И чем обусловлено... Далее... Вы говорите... Что... Муж не захотел вас встречать... Эээ... Эээ... Встретить... Эээ... Эээ... Конечно... Подобное... Очень неприятно... Безусловно... Но... Но... Эээ... Если... Муж не захотел вас встретить... Значит... Произошло что... Человек... Отнесся к вам... Как... Ну... Пренебрежительно, да? Наверное... Эээ... Человек отнесся к вам пренебрежительно... Значит... Если человек отнесся к вам пренебрежительно... Либо... Либо он... Думает только о... Себе... И ни о ком больше... Не думает... Либо... Ммм... Он недостаточно... Сильно... Сильно... Ценит вас... И... Ваш... Ваши... 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 Желания... Ваши... Эээ... Эээ... И... Здесь опять же возникает вопрос... Тогда... Если человек недостаточно вас... Эээ... Эээ... Тренит... Ваши... 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 Так... Собой обращаться... Вы... Эээ... Ну... Припочли... Разговоры... Вы... Припочли... Эээ... Эээ... Диалог... Метод того... Чтобы здесь... Эээ... 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 В... Своих... Ээээ... Эээ... Моделях... Поведения... Да? Эээ... Эээ... И... Метод того... Чтобы просто показать человеку... Что вам... Н... Некомфортно... Что вам... Эээ... Неприемлемо... Такое поведение... И... Эээ... Соответственно... Эээ... Эээ... Что... Он так вести себя... С вами не может... Не имеет права... Права... И не будет... Но мы для этого почему-то... Эээ... Эээ... Восприялись с такой... Наверно... Думая... Наверно вы думали... Ээээ... Эээ... Наверно вы думали... Что... Человек... Изменится... Наверно... Вы думали... Что... Человек... Поменяется... Наверно... Вы думали... Что... Он будет вести себя... По-другому... Наверно... Вы так думали... Эээ... Ну вот... К сожалению... Как... Оказалось... Это... Не так... Мужчина... Эээ... Не меняется... Если... Эээ... Эээ... Для этого нет... Объективных каких-то... Условий... Мужчина... Не меняется... Если... Эээ... Эээ... Поведение... Поведение его... Дает ему... То, что он хочет... Мужчина... Не меняаются... Если... Его все устраивает... Вашему... Мужчину... Соответственно... Все устраивает... Потому-ээ... Ну вы... Он... Не бояться... Не боится... Вас потерять... Он не боится... Что... Вы уйдете... И так далее... Вот... И... Соответственно... Именно поэтому... Он... Не боися... Вас потерять... Ээм... Он ничего и не меняет. Зачем ему вести себя по-другому, по-другому? Он один раз попробовал, один раз попробовал с вами по сорочкам, да? Ну, не важно, чем было вы, вы на сор. Он видел, как вы себя ведете. И увидев это, он понял, что с вами можно так. И он теперь так и будет продолжаться. Поэтому здесь нужно с одной стороны увидеть, почему вы так позволили с тобой вести себя, и если нужно, поработать над самолетами. Вот. И с другой стороны, продумать ваше дальнейшее поведение, ваши дальнейшие какие-то шаги, чтобы это исправлять. не через ссори и не через конфликты. Так. Из обычной бытовой ситуации развивался скандал. Так. Ну, смотрите. Какая, получается, интересная вещь. Да? Значит, если из обычной ситуации у вас получался скандал, то возникает вопрос. А кто, кто в скандал-то в этот, собственно, вступал? Вы же вступали в этот скандал, правильно? А вы же, вы же в этот скандал, как бы, сами вошли. Вы же в нем принимали участие, или приняли участие. Вот. Поэтому мужчина не прав в том, что он с вами скандал. Да. Но вы же сами тоже принимали участие в этой истории. Значит, в этих скандалах есть и ваша доля ответственности. Вот и давайте попробуем подумать, какая доля ответственности в отношениях именно у вас. И подумаем, что можно сделать именно с вашей долей ответственности, а не с долей ответственности мужчину. Так. Пытался уходить от него несколько раз. Он все время возвращал меня. Ну, понимаете, вот когда люди говорят «возвращал меня», это очень такой, очень изящный способ избежать ответственности собственной своей. Потому что вот я ушла, вроде бы, вроде бы сделала поступок. А он взял и меня вернул. То есть не вы вернулись. Не вы захотели вернуться. Не вы продумали свое поведение. Не вы чего-то пожелали. А он вас вернул. Вы же здесь вроде как бы ни при чем. Иногда остыну, свядем, поговорим. Знаете, ничего страшного не произошло, но эмоционально вычислили последние капли. Голова кругом. Не все понимает. Так. Ну, обычно после того, как человек остывает, обычно после этого происходит действительно занижение, занижение важности того, что произошло. Помимо того, что такое поведение может быть выгодно мужчине, и может быть только так он умеет общаться, и только так он, например, выплескивает свой негатив. Помимо этого, куда лучше будет, если вы, вот, когда пишетесь, что после этого поговорим, напишите, о чем вы договариваете, к чему вы приходите. И, собственно говоря, извлекаете ли вы что-то из вашего диалога. Потому что, если диалогу ни к чему не приводят, если по разгружающим диалогов ничего не решается, то, соответственно, разговаривать не имеет смысла никакого, абсолютно. Так. Значит. Голова кругом не все понимает. А мужчина хочет, чтобы вы все понимали? Если он не гонит, то бы вы все понимали. Значит, ему выгодно, ему выгодно, чтобы вы не все понимали. Так. Ну, значит, про то, что вы рвали предыдущие отношения, я вам об этом говорил уже. Вот, собственно, образ отца, который вел плохой образ жизни, да? Купил мой привал, играл в карты, все деньги, все тратил и так далее. Мама ваша. Почему ваша мама это терпела? Ради чего? Отец, понятно, у него там свои проблемы, у него там свои конфликты, не от хорошей жизни он так себя вел. Это понятно. Мы его, давайте, наверное, трогать не будем, да? Важно другое. Почему именно ваша мама так вела себя с ними? Почему она терпела его поведение такое? Вот всем вопрос. Ведь смогла же уйти, смогла, алименты там, алименты, там, что-то еще, все вот это. А ничего для этого не было. Правильно? Она не сделала ничего. И вникает вопрос. Почему? Почему она ничего не сделала и не сделала? Почему она не попыталась что-то изменить? Да? Вот. Такой, серьезный, серьезный довольно вопрос. Согласитесь. Ну и, соответственно, если мы задаем вам этот вопрос, вот, соответственно, ваша мама, она чем-то руководствовалась, да? И чем-то руководствовалась при выборе своего поведения. Скорее всего, руководит Иваном. Ну, в меньшей степени, но тем не менее, тем не менее. Тем не менее. И именно поэтому, что-то вы приняли у нее модель поведения, так называемые родительские сценарии, по отношению к мужчинам, скорее всего, с вами сейчас играют злую шутку. Так, значит, когда мне было детство, оно сошлось. Сотчимом мы называем его папой. И в один час у меня появилась сестерка, на мой взгляд. Мама сделала все, чтобы мы были счастливы. Вот. Малышка старалась меня напрягать, любила нас одинаково. Вот. У нас было прекрасное детство, игры на улице. Папа никогда не обижал, не баловался. Не обижал, а баловался слабостями и деньгами. И деньгами. Вот. Ну, опять же, 6 лет – это такой возраст, когда определенный образ человека, каждый человек уже сформировался. И вероятнее ничего, что отчим, отчим для вас он был кем-то, ну, кем-то другим. Т.е. не отцом, как бы вы этого не хотели. Что-то называем его папой, да, но вы не сказали, что он стал для вас отцом. Значит, вашего, вашего родного отца вы помните. Так. Просил два года, муж сделал мне предложение. Красиво. Ухотел ребенка. Я боялась через два месяца забеременела. Опять же, как это связано. Вот, если вы боитесь ребенка, то вы, что, логично, не беременеть. Вот. Ну, а если вы все-таки забеременели, значит, либо вы хотели ребенка подсознательно, либо не так сильно боялись. Кстати говоря, а чего боялись – тоже вопрос. Далее. Рожала в другой стране из-за военных действий, там нам было тяжело, и мы вернулись в его родной город. Так. А где было тяжело? Вы пишите – рожала в другой стране из-за военных действий. То есть, там, в другой стране нам было тяжело, и мы вернулись в его родной город. Или так. Там, где были военные действия, нам было тяжело. И мы вернулись в его родной город, который и был в другой стране. В другой стране. Не очень понятно здесь. Здесь чувствуете себя одиноко и своими стремлями домой. А почему вы чувствуете себя одиноко? У вас есть проблемы с выстраиванием коммуникационных контактов? У вас есть проблемы с общением? Почему одиноко и живут из себя? Так. В последнее время очень часто ссоримся, друг друга не слышим. Нет. Опять неправильно. Я ссорюсь. Не мы. Когда мы – нет ответственности. Я ссорюсь. Я ссорюсь и страдаю от этого. И сама, конечно, с недовольным лицом часто. То есть, вы сами взяли и поставили в зависимость от другого человека свое сердце. Мое благополучие. Но это ваше право. Но только надо ненужно удивляться, что другой человек удовлетворяет вас так, как может, так, как умеет. Боец. А. Пробойник. А. Бухгалки. А. А. Держи.